Добрый день, в эфире телерадио компания «Губерния 33». Программа «На всю Владимирскую». Меня зовут Александр Козлов. Принимаем мы сегодня врачей из города Коврово, а именно Дмитрия Кузнецова, врача-онколога, руководителя хирургии 1-го клинического медицинского центра, и Дмитрия Тютнева, врача по рентген-эндоваскулярным методикам диагностирования и лечения, заведующего рентген-хирургическим отделением. Дмитрий Валерьевич, Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, напомню в преддверии беседы, что первый клинический медицинский центр – это, на сегодня, самая современная клиника на территории области, оснащенная оборудованием экспертного класса. Клиника, в привязке к нашему сегодняшнему разговору, с одной стороны, вошедшая в систему госгарантий, то есть обслуживающая пациентов по полисам обязательного медицинского страхования, то бишь бесплатная. Государство за это платит, хотя сама в себе это частная клиника. С другой стороны, одно из приоритетных направлений работы первого клинического – лечение онкологических заболеваний, и вот тут подчеркну, инновационными методиками. Дмитрий Валерьевич, мы с вами уже второй раз встречаемся с Дмитрием Анатольевичем. Вот когда в прошлый раз мы, собственно, этим заканчивали, методиками инновационными, что вот под этим словосочетанием инновационная методика лечения онкологического заболевания понимается? В чем инновация? Инновационная методика, ну, прям если совсем просто, это новейшие, просто синоним, это новейшие методики. Если это более расширить... Инновации – это вообще любые методики, которые требуют высококлассных, высокоспециализированных специалистов, прошедших специальное обучение, плюс специализированного, обычно довольно дорогого оборудования. То есть мы используем инновации в онкологии какие-то. Чем отличается традиционная операция, если мы возьмем хирургию, от инновационной? Традиционная операция, то есть пациент приходит, готовится к операции, если мы берем опухоль брюшной полости, вскрывается вся брюшная полость, вскрывается живот и опухоль удаляется, после чего живот зашивается, и пациент довольно длительно, долго и тяжело поправляется. Инновационные методики позволяют обойтись без этих больших разрезов. То есть мы делаем несколько проколов на передней брюшной стенке, максимальный разрез – это около сантиметра. И с помощью специальных инструментов, видеокамер высокого разрешения, у каждого из нас дома, наверное, есть телевизор Full HD, такие же и у нас камеры используются, то есть мы работаем в четырехкратном увеличении всех органов, которые находятся в животе, и с помощью этих инструментов и видеокамер опухоль удаляется. Что это дает пациентам? Основное, что это им плюс, это то, что период реабилитации, восстановления после операции, он просто колоссально сокращается. То есть если пациент после традиционной операции, будь то это рак желудка, онкогинекологический рак, это рак кишейки матки, тела матки, рак прямой кишки, ободочной кишки, после традиционной операции, может встать с кровати, в лучшем случае на 3-4 сутки, он только может самостоятельно подняться и дойти, потоптаться вокруг кровати, то после инновационных операций, малоинвазивных операций, лапароскопических операций, другой синоним, пациент в понедельник оперируется, во вторник он уже встает, самостоятельно принимает пищу, общается со своими родственниками, может пройтись по коридорчику погулять со своими детьми, со своей женой, мужем и прочими, и чувствует себя в 90% случаев просто великолепно, и он даже не понимает, что с ним произошло, была ли операция или нет, нет болевого синдрома, нет слабости послеоперационной, то есть реабилитация, как таковое, понятие реабилитации после этих операций, оно отсутствует. Это касается всех видов рака? В нашем центре мы можем оперировать практически все опухоли, которые находятся в животе лапароскопическим доступом. Это и рак желудка, и рак первичный метастатический рак печени, это рак толстой и прямой кишки, и вся гинекология, так назовем, это раки шейки, матки тела, матки, раки яичников, у нас оперируется практически в 100% случаях лапароскопически, то есть мини-инвазивно. В целом у нас соотношение процентное открытых и мини-инвазивных операций, то есть мини-инвазивных операций у нас порядка 70%. Вот эти 30% остаются, это бич и в других странах, и в нашей стране тем более, это ранние диагностики, то есть опухоль, которые достигают определенных размеров, то есть это громадные опухоли, которые занимают практически половину брюшной полости, к сожалению, мини-инвазивные методики здесь мы применить не можем. Есть другие инновационные технологии, которые позволяют уменьшить эти опухоли, но об этом расскажет Дмитрий Анатольевич. А я думаю, мы сейчас к Дмитрию Анатольевичу как раз и перейдем. Дмитрий Анатольевич, так какие другие инновационные методики, которые позволяют вот огромную опухоль уменьшить, как минимум, остановить ее рост или, может быть, вообще на нет свести? Какие? К инновационным методам лечения в онкологии сейчас можно отнести эндоваскулярные методики лечения, которые во всем мире являются уже неотъемлемым, золотым стандартом оказания медицинской помощи. Чтобы нашим телезрителям было понятно, эндоваскулярным – это… Внутрисосудистые, по своей сути. Внутрисосудистые, так. Да, я сейчас более подробно объясню, чтобы наши телезрители представляли, что это такое, не боялись этих слов. Мы делаем обычный прокол на периферических артериях. Это либо бедренная артерия, лучевая артерия. Через сосудик, под которым рентгена заводим орган, пораженный новообразованием микрокатетер, вводим контрастное вещество, которое мы видим под рентгеном, находим непосредственно сосуд, питающий опухоль, и его закрываем различными эмболизирующими агентами, будь то микроспирали, эмбосферы, клеющие вещества различные. А для чего вы этот сосуд закрываете? Закрываем мы его для того, чтобы, когда опухоль развивается, новообразование, ей требуется большой приток кислорода, питательных элементов. Когда мы перекрываем, опухоль перестает питаться, соответственно, она перестает активно размножаться, расти, и она начинает уменьшаться в размерах. Соответственно, ее рост останавливается. Это подготовительный этап к хирургическому вмешательству, или это самостоятельная методика, чтобы вот так мы остановились сначала, а потом она сама по себе, без кислорода, без питания, и как бы схлопнется? Это хороший вопрос. Мы можем его разделить и как подготовительным этапом вести, так и самостоятельным, в зависимости от типа онкологического процесса, с которым нам обратился пациент. Если это доброкачественная, например, миома матки небольших размеров, в принципе, мы можем перекрыть некровоток, миома уменьшится до абсолютно минимальных размеров, что полностью перестает, либо полностью исчезает, беспокоит пациента. Если же это злокачественное новообразование, то в данном случае мы применяем химиоэмболизирующую терапию. То есть я отдаю специальный препарат сухой, высушенный микросферой, Дмитрию Валерьевичу. Он подбирает конкретному пациенту индивидуальное химия вещество, мы совместно вводим в это пюросухие препараты, в флакончик химиовещество, которым они впитывают. Соответственно, на насыщение уходит несколько часов буквально, они увеличиваются в размеры, насыщают себя выданным химиопрепаратом, после чего я этот агент ввожу непосредственно в саму опухоль. Этим я достигаю в нескольких этапах. Во-первых, я отключаю кровоток в саму опухоль, и останавливается её рост. Если это метастазы, то здесь можно говорить о том, что небольшие метастазы могут полностью уничтожаться на ранних этапах. Если это маленькое образование совсем небольших размеров, на ранних этапах также убивается опухоль. Но в большинстве случаев останавливается её рост, и она уменьшается. Помимо этого, в опухоль доставляется максимальное количество в её ткань химиовещества, что делает саму по себе терапию значительно эффективнее. И когда уже Дмитрий Валерьевич идёт на операцию... Извините, тут перебью. Вы сказали, что саму химиотерапию это делает значительно эффективнее. Но, насколько мне известно, сама химиотерапия для пациента – очень тяжёлое испытание. И даже есть такое выражение, что это то лекарство, которое в каком-то смысле убивает не только опухоль, но и самого пациента, главное, чтобы опухоль погибла раньше. Вот с точки зрения воздействия на пациента, вот такая методика, которой пользуетесь вы? Такая методика оказывает минимальное системное воздействие на пациента. Она достигает максимального воздействия на саму опухоль, но минимально действует системно. Пациент её переносит очень хорошо. Нет такого выраженности побочных эффектов. То есть сказать, что абсолютно их нет, я не могу. Но эффективность её значительно выше. Побочные эффекты крайне низкие. То есть пациент фактически может даже не заметить, что у него какие-то эти действия химиотерапии есть. Помимо этого, вещество вырабатывается значительно длительный период времени, но достигает концентрации значительно больше, чем мы будем вводить внутривенно. А ведь вот, может быть, дилетантский вопрос, если я чего-то напутаю, извините. Насколько я знаю, ведь различные препараты могут применяться для химиотерапевтического лечения. Вот при таком подходе, если вдруг с течением времени выясняется, что именно этот препарат не даёт необходимой положительной динамики, проще заменять на другой препарат? Или это не принципиальное значение? Мы можем в любой момент замениться на другой момент. Если мы перекрыли кровоснабжение к опухоли, во-первых, мы достигаем того, что опухоль уже не кровоснабжается, соответственно, уменьшается её рост или полностью останавливается рост за счёт остановления роста, и она начинает уменьшаться в размерах. Если существуют какие-то другие питающие сосуды, и мы видим, что первое вещество оказалось неэффективным, мы с Дмитрием Валерьевичем подбираем другое вещество, и мы можем перекрыть дополнительные питающие сосуды, либо мы можем выполнять селективную, просто эмболизацию, без эмболизирующую фактор, так называемую потоковую химию. Мы будем вводить в саму артерию, непосредственно ближе к опухоли, новый химический агент, который может оказать дополнительное воздействие на саму опухоль. Как быть в таком случае? Ведь рак очень часто – это прерогатива людей пожилого возраста, людей уже возрастных, за 50, за 60. К этому возрасту, как правило, у них развивается масса сопутствующих заболеваний хронических. Как вот то, что вы делаете, сочетается с лечением, с борьбой с этими заболеваниями, которые не относятся к онкологии, но они есть? Как это две методики, разные методики сочетаются между собой? Любая мини-инвазивная методика – это всегда приоритетная методика именно для пожилых пациентов, потому что этапы и вехи развития лапароскопической хирургии, любой мини-инвазивной хирургии, они проходили от сначала полного ура, до делаем, до потом полного отрицания. Сейчас очень часто пациентам пожилым за 80, за 90 лет в традиционных операциях вообще отказывают, потому что пациент просто не сможет пережить, потому что в любой хирургии есть понятие операционный доступ, как этап операции. Операционный доступ – это разрезание всего живота, лаборатомия. Сам по себе доступ очень травматичен, он очень много приносит негативного влияния на весь организм. Соответственно, мини-инвазивные методики полностью убирают этот этап операционного доступа. То есть организму уже не надо бороться с теми повреждениями? Да, с тем, что сделал хирург для того, чтобы перейти к удалению опухоли. То есть мы этот этап полностью минуем. И, соответственно, для пожилых пациентов это, наоборот, наиболее проритетная хирургия, мини-инвазивная. Наш центр многопрофильный. То, о чем вы сказали, что у пациента обычно есть, как это принято говорить, букет заболеваний. Иногда этот букет заболеваний, он позволяет ему жить, он живет, чем-то болеет, принимает лекарства. А лечить онкологию, которая однозначно его убьет, если ее не лечить, он не позволяет. Соответственно, наш многопрофильный центр, который сочетает в себе массу специалистов, у нас представлены практически все хирургические специальности и все терапевтические специальности. То есть мы тут обращаемся к нашим терапевтическим специальностям. Пациента нужно подготовить к операции, ему нужно вылечить, скомпенсировать его сахарный диабет. Люди иногда к нам приходят, у которых сахар в два раза выше нормального уровня, но они об этом даже не знают. В этом состоянии пациента оперировать нельзя, потому что после операции этот сахар вырастет еще выше. Соответственно, наши эндокринологи, терапевты, кардиологи осматривают пациента, составляют ему план лечения. И то есть за кратчайшее время, которое мы можем сделать, потому что все эти специалисты сконцентрированы в одном центре, мы можем подготовить буквально за неделю, за две пациента, для того, чтобы он мог получить свое хирургическое литение или химиотерапевтическое. А пациент при этом находится у вас? Да, конечно. В стационаре. Если он поступил, он пришел с обследованием, да, и мы видим у него проблемы с сердцем, давление с давлением, с сахаром крови, еще какие-то проблемы. Естественно, мы созываем всех наших коллег в терапевтических специальностях, и они начинают осматривать пациента. Каждый отвечает за свое, но в итоге, когда мы собираемся все вместе, 5, 6, 9, 10 человек врачей, в итоге мы лечим все-таки не болезнь, а лечим человека. И подготавливаем его уже к операции. Неважно, это будет мини-инвазивное, традиционное, в зависимости по показаниям. Дмитрий Анатольевич еще забыл упомянуть, что главный плюс его специальности, его методик, что у нас уже было несколько таких пациентов прошло. Когда пациент приходит к нам, у него выявляют опухоль, которая неоперабельна. То есть я как хирург ее не могу удалить, потому что она... Из-за размера? Из-за размера. Из-за даже иногда не так важен размер, а анатомическое расположение, когда опухоль врастает в сосуды. Когда опухоль затрагивает, может быть она небольшая, но она затрагивает жизненно важные структуры, которые нельзя трогать во время операции, удалять. И благодаря химии эмболизации или просто эмболизации, когда мы либо перекрываем просвет сосуда, чтобы лишить опухоль поступления питательных веществ для кислорода, либо же совместно уже вводим максимальную дозу химиопрепарата, соответственно, с течением времени, неделя, две, три месяц, опухоль уменьшается в размерах. Эффект достигается практически в 80-90% случаев, мы можем уменьшить опухоль. Соответственно, мы через какое-то время выполняем контрольные обследования и видим, что опухоль из неоперабельного состояния перешла в операбельное состояние. И уже я, как хирург, ее могу более безопасно для пациента удалить, потому что иногда есть ситуация, что опухоль условно операбельна. То есть, да, мы ее можем удалить, но путем колоссальной травматичной операции, которая очень снизит качество жизни пациента или пациентки в дальнейшем. Когда опухоль уменьшила, мы уже переходим к стандартному объему, не к расширенному, и то есть качество жизни пациента снижается в дальнейшем гораздо меньше. А у вас, ну я имею в виду, вы возглавляете именно сосудистое отделение? Я возглавляю фактически весь сердечно-сосудистый центр. Помимо основного моего направления это кардиохирургия, периферическая хирургия, но в сердечно-сосудистом центре включено отделение кардиологии плановой, неотложной, включены сосудистая хирургия и рентген-эндоскулярная хирургия. Но вы всегда, когда речь заходит о лечении именно онкологии, то есть вы в связке работаете с Дмитрием Валерьевичем, то есть вы, собственно, выносите вердикт, насколько готовы сосуды, как я понимаю, может быть, это не так, насколько готовы сосуды пациента к тем манипуляциям, которые ему предстоят? Ну, фактически вы правы, но требуется подготовка. Мы работаем в очень тесной связке с Дмитрием Валерьевичем, он к нам обращается, когда есть сложные пациенты, определенно на этапе обследования еще находятся возможные будущие осложнения совместно со мной, как рентген-хирургом. Приглашаем нашего ведущего сосудистого хирурга Дмитрия Геннадьевича. Принимаем решение, как эффективно будет лечить данного пациента. Бывает, что опухоли прорастают крупные магистральные сосуды, и здесь без определенных шунтирующих, протезирующих, либо графт стентирований просто не обойтись. Поэтому мы предварительно выполняем различные методики дополнительного лечения, которые улучшают в дальнейшем оперативные лечения для Дмитрия Геннадьевича. Ой, для Дмитрия Валерьевича, прошу. То есть иногда бывает ситуация, когда опухоль прорастает в магистральный сосуд. Допустим, возьмем подвздошную артерию. То есть опухоли малого таза, это и гинекология, и колоректальный рак, часто достигают таких размеров, когда затрагиваются магистральные сосуды. То есть для понимания, подвздошная артерия питает всю ногу. То есть если эту артерию пережать, кровоснабжение в ноге нарушается и требуется ампутация. Соответственно, очень много пациентам отказывается в операции, потому что мы не можем этого сделать. В смысле, отказывается у вас? Нет, в других центрах, где не располагают либо техникой сосудистых операций, либо нет своего сосудистого хирурга. У нас есть свой сосудистый хирург, который оперирует исключенные сосуды, поэтому в момент операции, когда я оперирую, я заканчиваю со своим этапом выделения опухоли. То есть остается только ее отсечь вместе с сосудом. Мы приглашаем нашего сосудистого хирурга, сосуд отсекается, и Дмитрий Геннадьевич наш ставит либо протез сосуда, либо сшивает, если дает возможность, просто без протеза. И, соответственно, количество пациентов, которые мы можем прооперировать и не отказывать в операции по причине, это очень сложная хирургическая ситуация, когда опухоль прорастает в сосудах. Но у нас этот вопрос решаемый, потому что у нас есть сердечно-сосудистые хирурги, сосудистые хирурги, есть и мини-инвазивные методики, стенд, граф-стендов, установки сосудов и просто анастомозирование, сшивание сосудов у нас есть в сосудистой хирургии. Вы два раза упомянули Дмитрия Геннадьевича, это, я так понимаю, сосудистый хирург. Это наш ведущий сосудистый хирург в центре. Ведь у людей может быть значительное количество вопросов, которые, ну вот так вот с бухты-барахты, и даже сейчас, наверное, беда для вас интернет, когда люди сами заходят, сами себе диагнозы и сами лечение устраивают. Доктор Гугл. Да, доктор Гугл. Можно ли дистанционно у вас в центре получить какую-то консультацию? Да, дистанционно у нас можно получить, для этого у нас действует, так называемая наша горячая линия, телефон 8 800 551 99 71, куда может позвонить любой человек, он свяжется с колл-центром, а дальше уже его свяжут с необходимым специалистом, где он получит абсолютно полную консультацию и ответ на те вопросы, которые его волнуют. А вообще, как часто звонят и с чем звонят вообще люди? Звонков поступает нам очень много, звонят с тем, что люди не знают, куда им обратиться, что им делать, когда поставлен диагноз онкологии, имеется длительное ожидание в очереди, и многих беспокоит вот это вот состояние, где мы, соответственно, максимально быстро стараемся помочь данным пациентам объяснить, что их ждет, и подготовить, если к нам они обращаются на конкретную операцию или конкретному специалисту уже отправить. Многие пациенты просто, когда на них сваливается такой диагноз, как рак, онкология, когда им говорят, что у вас онкология, даже не говорят конкретно, что за рак, где за рак, они просто совершенно не понимают, куда им идти, то есть все, ну, в принципе, любой человек не всегда знает, что есть там областной онкодиспансер, который должны обращаться, есть еще какие-то клиники, которые занимаются лечением, и человек находится в информационном вакууме, он просто, у него есть бумажка, обычно с гистологией, в которой написано аденокарцинома, рак, а куда с этим идти дальше, как обследоваться, что делать, где нам сделать обследование, где нам нужно лечиться, как нам нужно лечиться, никто, в большинстве своем никто не знает, начинается обращение к гуглу, в которой куча рекламы и зарубежных клиник, и московских клиник, которые кто-то выполняет это, кто-то выполняет то, и человек не знает, поэтому очень много у нас обращений по горячей линии, именно что нам делать дальше, на которые мы всегда можем ответить вопрос, приходите к нам на консультацию, и даже мы не всесильны, мы не все можем лечить в рамках довольно хоть и крупного центра частного, но мы не федеральный центр, не все мы можем лечить, поэтому мы хотя бы можем человека обследовать, сориентировать и сказать, куда ему обратиться, если что. Но ведь у вас, насколько я помню, подписан договор с Московским научно-исследовательским центром имени Герцен, то есть, в принципе, при необходимости позвонившего человека вы можете проконсультироваться с помощью тех специалистов? Да, естественно, мы пользуемся, скажем так, назовем это услуги телемедицины, мы проводим консилиум с НИИ Герцена, то есть, сложные пациенты, которые нуждаются в обсуждении нескольких специалистов-онкологов, ведущих научных сотрудников НИИ Герцена, то есть, этим мы упрощаем жизнь и логистику пациентов, потому что иногда есть очень редкие опухоли, которые нужно лечить именно в специализированном учреждении, которые там 50-60 лет занимается эта опухоль, когда опухоль встречается одна на миллион, да, вот, то есть, этим пациентам мы упрощаем жизнь, что им не надо брать билет в Москву, ехать в Москву, записываться там на консультацию, возвращаться обратно, проходить обследование. В таком-то состоянии, да? Да, в таком состоянии, это вся логистика, то есть, мы проводим консилиум, составляем и план обследования, возможно, если в условиях, если на первом этапе не требуется какая-то хирургия, мы можем провести ему химиотерапию, и потом пациент уже после проведенной химиотерапии поедет стабилизированный, поедет НИИ Герцена, допустим, или какие-то другие учреждения, кто занимается, поэтому это очень упрощает пациентам жизнь. То есть, правильно ли я понимаю, что к вам может обратиться человек фактически с любым видом рака, и даже если вы именно на этих видах не специализируетесь, да, как в прошлый раз вы говорили, абдоминальные, да, абдоминальные онкологии, то есть, если какой-то другой вид рака, сами, может быть, вы не прооперируете его, не поможете, да, но вы его выведете на те пути, по которым нужно дальше идти. Все верно. Составить план лечения, привести, допустим, предоперационную химиотерапию, и потом его уже отдать коллегам, которые занимаются. Допустим, мы не занимаемся тракальной онкологией, мы не оперируем. Тракальная – это рак легкий. Легкий. Вот. Мы их не оперируем. Но пациентов, допустим, даже с этим заболеванием мы можем привести предоперационную или послеоперационную химиотерапию. И всегда в плане обследования и коррекции логистики пациента, куда ему дальше обратиться, куда пойти, чтобы человек не находился в вакууме, потому что просто для всех этот диагноз шока, человек сидит дома и не знает, что делать, и некоторые пациенты все-таки такие остаются, которые решают для себя, я ничего не понял, не понимаю, мне страшно, я лучше буду сидеть дома и не буду лечиться. То есть в этом плане пациентам мы помочь можем, чтобы хотя бы направить, вселить какую-то уверенность, чтобы… Когда человек знает, что делать, это уже полдела решено. Когда он знает, что делать, куда идти, что сначала надо сходить сюда, потом сюда, обследование такида, и потом я обращусь туда уже, и меня начнут лечить. Потому что многие пациенты, правда, не знают совершенно, что с этим делать. У них есть бумага, с которой они не знают, куда пойти. Я бы добавил, наверное, такую вещь, что пациент, когда выставлен диагноз, он действительно попадает в вакуумное пространство, не знает, что ему делать. Я бы хотел сказать, что недели ожидания дома, они приводят к тому, что потом будет просто месяц и очень длительное и тяжелое лечение. Поэтому если что-то нашли, беспокоили, вас беспокоят, лучше сразу обращаться к специалисту, который дальше вас направит, к тому специалисту, который будет необходим конкретно вам. Давайте еще раз. Номер горячей линии 1-го клинического медицинского центра 8 800 551 99 71. 8 800 551 99 71. Это номер горячей линии 1-го клинического медицинского центра, самой современной клиники, действующей на территории нашей области, которая занимается онкологией. У нас вышло время, я вынужден завершать программу. Я напоминаю, гостями были сегодня врач-онколог Дмитрий Кузнецов, руководитель хирургии 1-го клинического медицинского центра и врач по рентген-эндоваскулярным методикам диагностирования и лечения Дмитрий Пютнев. Дмитрий Анатольевич также заведует рентген-хирургическим отделением 1-го клинического медицинского центра. Спасибо вам большое. Думаю, не последний раз мы с вами встречаемся. Спасибо за то, что нашли время и приехали. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. Там же можно найти записи всех наших программ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин